Всем привет на канале All Dutchman, всем тем кто только к нам подключился. Это второй видео выпуск, относящийся к тематике миграционной политики, которую мы обсуждаем у нас на канале. Первый выпуск был об одном происшествии у нас на территории Старого Города, я о нем рассказывал в том видео выпуске и сказал, что продолжение будет сегодня, вот сейчас, видео выпуске далее по теме миграционной политики. Так вот, несмотря на раскол в коалиции светофорной, вот среди наших политиков, СПД, свободных демократов и вот эти вот зеленые плесени, несмотря на все вот эти разногласные мнения, несмотря на все вот эти вот раздоры, которые они друг на друга выбрасывают, обвиняют каждый друг друга сейчас уже открыто в некомпетентности и несоответствии должности, несмотря на все это, светофорная коалиция решила взяться за миграционную политику с 1 января следующего года, 25-го, и решила срезать пособия всем этим мигрантам, которые приезжают в Германию. Я сейчас вам зачитаю некоторые цифры, ну, конечно же, срезать пособия это не так уж и много, но тем не менее, вот я вам сейчас буду зачитывать. В Берлине, значит, федеральное правительство и вот эта вот светофорная коалиция пошли на очень тяжелый шаг, который вынудил их закрыть пробелы в госбюджете на следующий год, и решили в первую очередь срезать пособия тем гражданам, которые приехали сюда как нелегальные мигранты и все еще сидят и нигде не работают, ждут определения своих вот этих вот документов, своей дальнейшей судьбы. Так вот, 29 октября в листовке Бундестага было написано об изменении размеров вот этих вот пособий социальных для граждан-мигрантов. Полностью все эти пособия будут соотноситься с законом о подаче заявления на беженство. Так вот, с 1 января 2025 года, согласно решению федерального правительства, все вот эти господа-мигранты будут получать уже не 460 евро, а 441, то есть на 19 евро меньше. Идем далее. Пары, допустим, семейные пары, которые живут в одной общей квартире, с января 2025 года будут получать ежемесячно 397 евро вместо 413. Это не на двоих, это на одного человека. Для взрослых, но ниже возраста 25 лет и неженатых, примерно будет опущен вот этот вот поток пособия с 368 евро на 353 евро. Подростки с 14 до 17 лет будут получать в будущем, ну, с 1 января, уже не 408 евро, а 391 евро ежемесячно. Для детей от 6 до 13 лет возраста будет выдаваться пособие 327 евро вместо 341 евро. И для детей ниже 6 лет будет выдаваться пособие 299 вместо 312 евро. Все вот эти вот размеры пособий опускаются приблизительно на 3,9 до 4,2%. Это связано в первую очередь с тем, что наш светофорный вот этот легион тратит деньги налево-направо, укрепляя мужское достоинство каких-то там африканских зоусов, отправляя деньги на ветер, якобы в Перу будут строить велосипедные дорожки, отправляя деньги, непонятно, на какие-то гуманитарные, экономические и военные помощи, на поддержку тех же самых уродов из Хамаса и так далее. Негласно они все это делают. Открыто они говорят, мы поддерживаем Израиль, а негласно они поддерживают и ту, и другую сторону. Вам это не секрет, вы все это прекрасно знаете. И вот далее. Значит, все эти суммы будут выплачиваться этим гражданам-мигрантам в первую очередь на поддержание жизни для покупки продуктов питания, для оплаты своего отопления, для покупки одежды, средств гигиены и так далее. Естественно, все эти граждане, которые подпадают под вот этот вот закон о выплате всех этих мигрантских денег, они живут в квартирах, за которые платит государство. И проблема остается в том, что помимо вот этих вот спускаемых денег, которые они делают ниже, чем было на самом деле, допустим, вот смотрите, в четвертом квартале, не, во втором квартале этого года для очень многих одиночек, ну, одиночек, синглов вот этих вот, для взрослых, но неженатых, пособие было поднято с 539 евро до 563 евро. То есть, они сначала подняли, а теперь они опускают эту сумму, чтобы закрыть вот эти вот пробелы в госбюджете. Но не радуйтесь, для тех, кто, допустим, живет в Германии, не радуйтесь, ребята, потому что скоро вам придут счета, вернее, перерасчеты за отопление, за горячую воду, которые сделало наше государство подарком для вас. У нас абсолютно, вот у всех жильцов не только этого дома, но и других домов здесь у нас в округе, все жители в течение месяца, я в том числе, получили письма от наших квартирных вот этих вот бюро с перерасчетом, и абсолютно все обязаны доплатить. Я, например, обязан доплатить до конца ноября этого года 1300 евро, якобы я перелил горячую воду, и слишком часто включал батареи. Ну, у нас батареи не просто включаются где-то там центральное отопление, у нас на каждой батарее стоит регулятор, его можно сделать на всю катушку, чтобы батарея была как ошпаренная, или можно сделать, чтобы она была слегка легкая, вернее, едва теплая. Так вот, мне пришло 1300, соседу пришло 1800, знакомому, с которым мы изредка встречаемся на улице с собаками, когда гуляем, он живет одиночкой, он живет в трехкомнатной квартире, ему пришел счет на, по-моему, 800, кажется, 860, там соседка рядом с ним, она живет тоже одиночка, с дочкой, но она живет в трехкомнатной квартире, ей пришел счет 1800. То есть, абсолютно все жители только вот нашего квартирного бюро, вернее, нашей квартирной конторы получили такие сумасшедшие письма. Конечно, это сильно раздражает, это выбивает, это рушит многие планы, потому что, к примеру, те деньги, которые ты получаешь, вот эта рождественская гратификация на работе, теперь все эти деньги нужно будет отдать за вот этот перерасчет. Но какая-то собака в правительстве порадуется тому, что у этой собаки будут денежки на Рождество, чтобы купить подарки каким-то своим любимым, там, непонятно, африканским, сомалийским вот этим вот пассием, или потратить денежки, блин, на прическу у стилиста или еще куда-нибудь, чтобы, блин, выглядеть приятно, рентабельно, а не как могильщик на кладбище. Это касается наших политиков. Ну, естественно, локальные политики тоже стараются от этого дерьмища не отступать, извините за выражение. Они тоже пытаются за счет простых граждан, за счет простого населения поднять свое благосостояние. То есть, они дают нам возможность сначала во время короны, когда она была, они понимали, что они издеваются над своим населением, они давали каждый год нам коронавирусную премию, кому 900, кому 1400 евро. А теперь они решили все эти деньги вернуть себе обратно. Причем с лихвой. Несмотря на то, что инфляция в стране растет, несмотря на то, что цены поднимаются, и как некоторые граждане, приехавшие сюда буквально год назад, говорят, что вот все говорят, что процентное соотношение цен на продукты питания выросло почти на 30%. Ничего подобного. Вот смотрите, мы были год назад в этом магазине, покупали по такой-то, такой-то цене, и сейчас эта цена такая же осталась. Вот этим вот людям я бы просто мог бы посоветовать закрыть свои ротики, блин, и пожить здесь еще хотя бы лет 5. Потому что за год действительно цены могли буквально подняться 1-1-2 копейки. А то, что со времен короны цены поднялись в 2 раза, это не 30%, это 100%. Эти люди этого не знают, и они не хотят этого знать, они не хотят об этом слышать. Они считают, что вот со своей колокольни они говорят правду, внося сумятицу в умы людей, которые считают, что, блин, да в Германии все классно, что же они здесь там все плачут и врут. Помимо всех вот этих вот перерасчетов, всех вот этих подъемов цен и так далее, да, у нас в этом году опять поднялись цены на энергоносители. Все это благодаря нашему вот этому вот министерству экономики и нашему министру Хабико Роберту, который у нас еще и вице-канцлер. То есть они, получается, действительно хотят не только открыто заявляя, вот что вот мы заботимся о бюджете государства, вот мы стремимся к тому, чтобы вот эти граждане, беженцы нелегальные, которые приезжают в Германию, получали меньше, чтобы заставить их идти на работу и так далее. Но с другой стороны, негласно, они дают команду на то, чтобы простые граждане, такие как мы с вами, вынуждены были до конца года как минимум заплатить тысячу перерасчета за якобы перелитую горячую воду, за якобы пережженное отопление и так далее. Но природа все-таки тоже не дура, и природа играет на руку населению. У нас сейчас на улице до сих пор плюс 10, плюс 15. То есть отопление в домах мы не включаем. Куда будет смотреть наша светофорная коалиция в начале следующего года, когда она поймет, что елки-палки, мы с них содрали со всего населения деньги, блин, а они гады пережили эту зиму и даже батареи не включали. Надо сделать что-то другое. Ну пандемию мы сейчас пока подключить не можем, но сделаем что-нибудь другое. Они все равно попытаются что-то сделать. Я уже под одним из моих видео на один комментарий ответил. В 90-е годы был такой слоган «При всем богатстве выбора другой альтернативы нет». Уже очень многие люди в стране говорят, что вот эти вот политики, сегодняшние политики, которые находятся у власти, они настолько себя дискредитировали в своей работе, что смотреть на них уже просто тошно. Практически 70% населения готовы избрать именно альтернативу, чтобы к власти пришел жесткий человек, который сможет положить конец вот этой идиотской миграционной политике, вот этому сумасшедшему потоку нелегальных мигрантов в страну, сможет развязать руки полиции, которая говорит, что ну мы же должны их запугивать, чтобы они разбегались, чтобы эта полиция приезжала тихо, спокойно на место происшествия, связывала зачинщиков мордобоя, увозила их, надевала на них наручники и отправляла как минимум на месяц подметать улицы под надзором полицейских. Они хотели здесь жить в хорошей стране, они хотели жить здесь за пособие, но не хотят ни хрена работать. Так почему бы их и не заставить наводить порядок в той стране, в которую они приехали жить? Ведь они же курят свои кальяны, они пьют какую-то дрянь, они бросают бутылки, бросают окурки, разбивают, пардон, разбивают бутылки на улице, прямо на асфальте, и идут гогочут, как непонятно кто у себя в Сахаре, заставить их работать? Пусть принудительно, но заставить работать. Может быть тогда поток вот этой вот идиотской нелегальной миграции снизится в страну, и может быть тогда это правительство начнет понимать, что проблема не в том, что население на 2 литра больше горячей воды использовало, а проблема в том, что в политике, в правительстве сидят идиоты, которые вообще некомпетентны в своих обязанностях. Я уже не говорю о том, что этот Роберт Хаббек совсем ненормальный человек, что она Лена Бербок со своим непонятно каким полушкольным образованием и обучением в какой-то английской школе теперь считает себя супер-пупер развитой экономисткой по всему миру, и ездит, и, блин, превращает страну в посмешище. Я не говорю об этих идиотах, я не говорю об этих зеленых, я говорю вообще о тех, даже кто одной рукой говорит, вернее, одним глазом поддакивает нам, да, я буду вашим новым канцлером, я сделаю так, чтобы было хорошо для всех, а другим глазом смотрит на нас и думает, да нифига, вы же не забываете, я один из инвесторов, один из пайщиков, один из пайщиков компании BlackRock будет так, как скажет компания. Это я говорю о Фридрихе Мерце, который высказался несколько недель назад о том, что надо минимум 10% всех сбережений населения инвестировать в развитие инфраструктуры и экономики страны. Кто-то один мне написал там под тем видео, что очередное бла-бла, очередное балабойство, дай хотя бы какой-нибудь ресурс, где я могу прочитать вот о том, что он говорил. Я дал, буквально там, коротенькая статейка была, уже короткая, потому что, когда я снимал тот видео выпуск про этого Фридриха Мерца, статья, в которой он говорил, еще было видео, было действительно большое по формату. Ну, а тут была статья, в которой я написал буквально там одна минутка о том, что он пытается наложить лапы на сбережение населения. То есть, какой бы политик к власти в Германии не пришел, он все равно будет в первую очередь заботиться о своем желудке и о своем кармане. Потом он будет заботиться о карманах своих родственников и своих, скажем так, однополчан. А народ, население, его заботит в последнюю очередь. Поэтому, единственный шанс, когда даже, вот этот Фридрих Мерца уже там сказал в том видео, что после его высказывания он для меня, как политик, вообще просто умер, потому что такими высказываниями, какие он выбрасывает сейчас на публике, он забивает все больше гвоздей в свой политический гроб. Поэтому, такой канцлер в Германии не нужен. И все, кто сейчас слушает меня именно из Германии, делайте выводы. Делайте выводы, потому что на следующих выборах в Бундестаг нужно сделать действительно правильный выбор, чтобы вот это вот шушера, которая сегодня просто-напросто издевается над нами с вами, ушла в небытие и больше никогда не существовало. Хорошо, если вы не хотите, чтобы пришла к власти Элис Вайдель или вы не хотите, чтобы пришел Фридрих Мерц, сделайте так, чтобы абсолютно все голоса, все ваши голоса были отданы, пускай тому же СПД, потому что, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Уж пусть лучше будет канцлером дальше Олаф Шольц, чем к власти придет какой-то ненормальный, неадекватный Фридрих Мерц. Я говорю это открыто. И если кто-то донесет до него, что вот я о нем так сказал, да плевать мне. Это правда. Я живу в той стране, в которой можно говорить правду и можно высказывать свое мнение. И если я недоволен работой какого-то политика, я могу ему это сказать в глаза. Это где-то в России, на Украине, или в Беларуси, или в Молдавии, или в Казахстане. Если ты недоволен работой какого-то политика, ты ему сказал, ты дурак. Тебя тут же посадят за решетку на несколько лет. А здесь я говорю вот открыто вот всем этим политикам, даже когда я их просто так вот пишу им даже на Фейсбуке. Я говорю, вы понимаете, что вы некомпетентны в своей должности? Вы понимаете, что вы не соображаете ни черта в своих обязанностях? Что же вы еще издеваетесь над населением? Эти политики все, что могут сделать лучшего, они просто блокируют меня на своих страницах и пишут всякую дрянь дальше. Вот такие дела. В общем, такое у нас получилось видео. И напоследок, по аналитике канала 80% всех просмотров видео это люди, которые не подписаны на канал. Поэтому желательно, чтобы вы подписывались повально, семьями, домами, группами, коллективами, колхозами. Чем больше будет подписчиков на канале, тем больше людей будет узнавать то, что я говорю. Не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, оставить свой лайк, свой комментарий, поделиться мнением по озвученной теме в этом видео. И под каждым видео у нас идут ссылки на ресурсы с донатами. Потому что, как я уже сказал в прошлом видео, монетизация, увы, себя не оправдала. В моем, в данном, в моем случае она себя не оправдала. Поэтому наш канал сейчас пока что живет не шатко, не валко, но за счет пожертвований именно добровольцев. Поэтому, если вы хотите, чтобы и видео дальше выходили в таком же темпе, как и сейчас, в день по одному видео, поддержите наш канал финансово. Если нет, то извините, тогда эти видео у меня просто я не могу разорваться между основной работой и созданием видео для канала. Поэтому, если будет поддержка идти финансовая, то, естественно, и видео будут выходить более интенсивно. Если поддержка упадет или ее не будет, то видео будут выходить, может быть, один раз в неделю, а может быть, два раза в неделю. Пока я еще не могу этого сказать точно. Но, желающие поддержать наш канал, есть QR-коды и есть ссылки на ресурсы с донатами. Ну, всем удачи, не болейте, пока. Субтитры сделал DimaTorzok